Москва, территория волшебства, самый грандиозный фестиваль года, путешествие в Рождество стартовал. Для горожан и гостей столицы открылись десятки праздничных площадок, а еще придуманы разные маршруты, по которым можно прогуляться всей семьей. Посетителей ждут и карнавалы, и шоу, и конечно же много музыки и подарков. И все это до середины января. Как оценили горожане такое преображение столицы, узнала Анастасия Мартынова. День для путешествующих в Рождество пролетает незаметно. Пройти мимо нарядной елочки и не сфотографироваться невозможно, ведь у каждой свое убранство. На ярмарке не терпится выбрать новогоднюю игрушку. Хочешь салфунчика, Никита, на елочку повесить? Шары, колокольчики с авторской росписью, вся новогодняя атрибутика. И пока все успеешь, тут зажигаются огоньки. С ними приходит сказка. Нравятся вот эти фигурки, где пляшут все. Особенно вот эти две. Они так высоко подпрыгнули. Ходишь, наслаждаешься так атмосферой. Все так уютно, по-зимнему. По Новому Арбату идет праздничный парад. Заслышав музыку, прохожие замирают. Достают телефоны, фотоаппараты, начинают улыбаться, пританцовывать и интересоваться. Очень здорово! А кто играет? Играет московский джаз-бенд. Исполняет все подряд советские произведения в перемешку с музыкой в стиле Дикси-Лэнд. Лишь бы было весело. Огромное количество людей просто рвало нас на части. Это правда. Да и как удержаться? Москва дополняет и без того волшебную атмосферу. По всей Москве 42 новогодних оазиса. Вот горожане и гуляют. Размеренно, не спеша. Не сравнивают. Наслаждаются. Мы были на Пушкинской площади. Потом прошли по Тверскому бульвару. Потом вот по Никитскому бульвару сюда. Здесь просто замечательно, красиво. Просто смотрим эту красоту. Очень стильно, действительно, как-то экологично, радостно, позитивно, сказочно. Тверской бульвар, детское раздолье, ледяная крепость, горки, всевозможные хоккей и керлинг. Сувенирные ряды полны заморскими дарами и традиционными товарами. Посуда, игрушки, лакомства, подарки и ремесла. Давай его купим, да? Давай. Сокреться поможет чай из 100-литрового самовара. Голодным тоже никто не останется. А это самый вкусный и съедобный аттракцион. Неизменно собирающий десятки зевак. Еще обуви на сковороде. Диаметром полтора метра сейчас готовится самый вкусный и ароматный блинчик. В поисках рецепта объехали десятки российских городов. В центре Москвы готовят лучшие. Путешествие в Рождество – самый любимый символ московской зимы. Шоу-балеты на льду, 100-метровая горка, бесплатные экскурсии, незабываемые селфи на фоне ярких декораций, поделки своими руками, чтобы путешествие принесло массу положительных эмоций. Достаточно просто в него отправиться с любой из 42 площадок. Анастасия Мартынова, Михаил Федоров, ТВ-центр, Москва.